всем привет сегодня снова 6 утра мы едем в магазин посмотрим попробуем точнее сейчас уже почти мы долго собирались сейчас 6 20 или 6 30 даже уже сейчас ого 6 48 это при том что мы в пол шестого встали на этом детские какие-то песенки на радио в общем-то на улице воняет я не знаю кто что палит он то настолько отвратительно пахнет невозможно окна открыть в общем закупориться и на улицу вышли и в машине воняет и на улице воняет везде воняет вот этим паленым непонятно чем два агента у меня с тобой кейс у тебя супер важный кейс там наверное доллары лежат да я опустил подъемник ворота избежал с кейсом ворота закрылись так как уже очень много времени то сейчас у нас в планах владик скоростной нам надо поставить рекорд по закупке у нас есть список на 30 продуктов и мамы и мамы список что за полчаса справимся в магазине давай чтобы давай наберем максимально набрать то есть засечем время и посмотрим за сколько мы наберем все продукты как у нас два списка то мы их разделили и влача спадет по одному списку я по-другому а потом влад присоединится ко мне и мы закончим закупы сейчас 706 мы уже под магазином бигуль тоже под магазином ждет своего хозяина яблышки все упакованы по 17 отлично конечно я люблю когда не помельче 18 гривен несколько пакетов это 18 это 22 года у нас все любят красные у нас все любят красные будем брать красные короче хватит у нас еще сушка есть бантики берем почему-то 29 побольше связочку долго потом не будем в магазине пусть родовер поезд так 21 для воль огурцу по 35 тепличные обещают ну возьмем два дома так теперь надо вычеркивать ну а влач чеснок хотел раннего чесночка такого пару штучек вот таких вот возьмем пекинку пекинская густая какая-то очень-очень страшная ну наверно не будем картошка у нас есть пойдем посмотрим зелень помидоры не хочу брать так зелень возьму наверное все шпинатика не видно но тут почем он ага шпинат 22 гривна может быть хребочки взять но хребы какие-то страшненькие ладно ладно скажу поздно шпинат вроде бы нормальный как раз на салатик будет отличный и пора уже расти свою зелень ой щавель щавель хочу щавлю так хоть не он по 61 гривне нет это капуста щавель щавель 22 первая покупка вне списка соленая соломка по 3 гривна кофейком люди затарились явно видно он был акционный то что разобрали тут мак кофе по 36 гривен вместо 152 все разобрали нету посмотрим что у нас тут якобс по 66 гривен не помню это нормально или нет вот справился со списком для свекрови пошел на кассу забрал ключи от машины пошел на кассу сейчас придет уже мне помогать так и зелго тебе сейчас по 15 гривен отлично купим парочку на паску да может очень дорого конечно 33 по 75 по моему это достаточно дорого стоит ну возьму чисто для пасочек здесь мы берем горох гречку и рис риса кучевидов гороха не наблюдаю я цена не видно вообще на него еще за цена до крупа пшено кукуруза гречка 35 охренеть одну возьмем дорогая кашка так это тут все-то насыпалось что еще рис рис риса мы хорошо подъели рис влад должен сам выбрать по моему он делюкс берет или делюкс ругаются последнее время я не помню ладно рис владу скажем взять горох гречка риса волшебство олийка тут такая уже так уксус у вас мало есть или лучше взять возьму на всякий случай не помню есть или нету такая вещь я даже в стирку добавляю очень хорошо запахи убирают если нужно футболки освежить то я бывает честно суксусом их прополощу и все а рис я не брала так как тут его сильно много видов а ты чтоб тебе для плова подходила посмотри пожалуйста какой вот именно вот это ага это долгозернистый да вот это с лифовами потому что некоторые что-то было накруто в общем пошло ну давай попробуем один на пробу возьмем а тушенку давай глянем вместе еще а ну да ну то конечно не тут вообще а тушенку давай глянем что тут у нас вот это какая полтавская чешня это одесская это одесская ну давай возьмем туда потому что какая-то ну совсем 83 гривны конечно прикольно одно возьмем на пробы ты ее ел или это тоже я попробую что тоже распредикуют а разумный выбор может попробуем курицу да ты ел тоже но это разумный выбор они тенпингуют очень сильно вот эти еще более-менее ну это тоже с булгуром слышишь 36 гривен за кашу вот мясо курии я вот это имел ввиду а ну показывал ты туда ну 40 50 гривен за 300 грамм ну давай попробуем но это тоже своя линия это шейки это сады бешная фирма все мясо крылья за 60 а я за 80 гривен в два раза больше брала лосось лосось уже по 47 о 3 я тоже все пакованы в них а типа чтоб не трогали да короче я понял взяли консерв всех по одной я вот печень трясти одну взяла один лососик одну моелову чину такую взяли 83 гривен офигеть и мясо курия сейчас нам их возить вот это вот нам еще накладывать всего и куда нам это все возьми пожалуйста вторую тележку туда вот принес яйца и заблокировал мне все все покупки салфеточки которые мы обычно берем под вот такие вот салфеточки мы берем очень любом здравствуйте душевну специи взял там нам не так уж я еще хлеба взяла без списка так теперь кетчупа я беру и идем тогда к молочке там вот это вот селедочку такой вот походу решил взять без списка мивину что-то он там стоит и не отходит так кетчупа берем это 10 этот 16 может два больших взять возьму два больших и горчички бы не помешала горчица горчица горчицы украинская медсна я такую не ем мне она что-то мягенькая не вижу тут мягенького это вся горчица украинского американского торчин прикольно она слабенькая такая три штучки беру уронила телефон и владея как разло это видел посмотрел так осуждающие за это все руками творог мы кстати морозили нормально 5 процентов 42 гривна наверно это полосы всякие прикольщики на паспу сейчас я подсмотрю что тут цепляточку цепляточку надо купить ой наклейки родомир любит всякие наклеечки так это синие вот таких вот анжелочков пусть родомир поклеит или вот такие наклейки короче ну ее листицу крови надо родомиром купить в общем 7 48 мы уже все справились все купили я очень злая на владика потому что когда я купила взяла себе ягодинский сыр полезная вещь или адыгейский какой-то он не сказал не надо накупать тормози меня чтоб я не набирал не надо накупать он мне сказал а потом на кассе то есть и я вот это вот почувствовала укоры совести за то что я беру без списка сыр адыгейский одну пачечку я лучше у курсовести этот почувствовала потом на кассе вижу семечки мороженое чипсы притом чипсы у нас в семье обычно я ем и я ем там с крабом с креветками а со сметаной и зеленью а я не ем такое отвращение то есть это чисто не для меня специально чтобы я не ел я вообще я просто я в шоке то есть мне значит сыра нельзя купить даже элементарно а тут блин и и мороженое миви на шоколадки короче куча всего чего не было в списке я вообще в шоке пока затарились пошел дождь тут владику найдешь что-то скажешь свое оправдание захотелось чипсов захотелось чипсов а почему ты над как и наташа я скажи наташа с зеленью и со сметаной ест или нет а других возле кассы не было этот человек меня упрекал сыром блин сейчас я идем в макдональдс я себе покупаю тебе ничего не берем я заплачу за тебя и за себя нет ты заплатишь только за меня у тебя есть куча вкусняшек а у меня нету никакой вкусняшки мороженое ставит завезем домой мороженое и даже мне денег на макдональдс и я поеду в макдональдс не привезу не привезу тебе в макдональдс утром его нету и ты будешь а ты будешь есть свои чипсы и подвинуть фреш мак маффин ты будешь есть чипсы и семечки пока я буду есть фреш мак маффин нет так нельзя поступать как это так нельзя так как ты можно на палец порезан палец порезан и что теперь еще что-то непонятно короче как тетя пробивала да она пробивает кидает там куча продуктов накопилось на этой кассе мы кладем их в сумке а потом она начинает а что вы положили в пакет вот я не знаю у меня пробилось или нет у нас уже три пакета почти полных ну короче вообще я в шоке а а чё яблоки айда ред у нас по пробивались они в одну цену а ред это же красная то что там какие там там какие-то по 22 были я их не брала упаковки по 4 мнение там и белые которые то есть красные были по 18 вроде бы как мы пробились 1895 здесь чеснок по 97 сейчас поедем я хочу посмотреть что она тут нам насчитала что она второй раз пробивала арахиса второй раз пробивала я все должно быть три пачки так я драда здесь 2 пробита плохо шоу в разнобой вот это вот все колбасы 4 до а чеснок сухой я думала чеснок дважды в общем непонятно что-то пробилось или лишний раз чипсы сметана 3950 владик это дороже чем мой сыр приправы я не сомневаюсь что ты можешь себе позволить вопрос в том что ты мне сказал не гуляй душа а сказал блин тогда потому что можешь по списку зачем-то дописать список если мы пошли и вы законы созданы для того чтобы их нарушать вот у вас тоже вот вы тоже так ходите в магазине я понимаю что радомира мы когда берем вот это вот как раз вот такие вот позицию у нас очень много их появляется когда мы радомира берем еще не взяли мне блинчиков которые не ем их здесь нету почему-то скупились на мать и пошел дождик наконец-то попаливает мне все там подвину и фреш макмарфином такие анимали пусинки стали раньше они такие большие были сейчас такие маленькие приехали на парковку леруа мэрлен очередь там человек 10 общем власть там очередь я сказала я пошла есть очередь в леруа уже увеличилась пока я выпила кофе видеть это за этой машиной ничего не было видно кстати если вот там вот рядышком то мне для этого сейчас мы переедем вот туда поближе и будем снимать пока переехала как раз начали запускать вот видите владик уже в магазине он человек на входе там всех пропускает и вот они считают и вот не пустили часть я пока переехала немножко кофеек то он тут у меня стоял сейчас надо протереть это владик придет будет ругаться на меня старился в леруа что ты там купила расскажи нам красочка синяя краска 2 литра желтая литр перчаточки клей экран клей себе для работы с деревом вставочек вместо того чтобы у меня забирать этот канцелярский да но это я почитал да хороший клей полимерный его можно потом краску радомеру красить корабль да и набор кисточек и перчаток пару штук 1 раза кисточки самые дешевые взял и причем 20 гривен 3 кисточки тоже не дешево что ты мне показываешь два часа езды мороженое по идее должно было растаять сколько что там ну если там много масла в принципе масло не будет так течь как сливки то есть если это не сливки а масло то получается олее кокосово рафинованно вы бля ой выбил вы выбила дезодоровано понятно ладно продолжаем а что ты рассказываешь у какого-то чувака там чуть ли не побили чувак крючев этот в лево зашел вот ему нет маска деваш а он уже типа проснулся а он это мне не надо типа я не болею ханик его это как он заболеет и не мод очень смешно да вообще я дождали какой-то там мега история будет его лицо надо было видеть надо было снимать и тешу камеры нет у меня рука была двухлитровая краска и когда мне который смотрит сзади да видишь прошел теперь лужи такие лучше подождать еще часик чтобы она подсохла там он должен высохнуть всем привет сегодня сегодня я буду кушать мороженка ты мороженка ждешь так я в куртке радомир а ты вот с голыми руками давай закаленный пацан пока как ты жил я покажу да всем покажу радомир к выходу приволок свой дом наверное хотел вниз отнести но не смог улыбнись и подпишись на наш канал до новых встреч в эфире пока пока